здравствуйте друзья у нас вечерний вопрос много было сказано на тему не лгать самому себе я всю жизнь так жил и лишь только благодаря этой модели я еще жив в кавычках или благодаря каким-то высшим силам на тему которых порой порассуждать прикольно но я вовсе не суеверный а вопрос мой такой как применять эту модель к своим близким к людям на стороне все кристально ясно ведь именно поэтому по этой причине я расстался со своей любимой девушкой она настолько увлеклась этой темой что в упор не замечала как пыталась навязать мне свое вновь приобретенное изученное видение мира в мистической оболочке ну то есть может она там не знаю кабалой увлеклась или там эзотерикой да я человек понимающий и старающийся уважительно относиться к уникальности людей но в данном случае давление близкого человека было настолько сильно что это в корне разрушила меня я не выдержу разрушала меня я не выдержу для меня теперь какие-то религиозные вещи что-то совершенно чужое хоть я очень тянусь к природе какой-то энергетики что забавно а что-то сверх этого начинает разрушать меня так вот как остаться близким людям самим собой и все не испортить а то в один момент корабль может перевернуться вот такая интересная тема философская можно сказать я думаю друзья что вот первое с чего надо было бы начать отвечать на этот вопрос это то что человек по жизни вообще меняется он движется есть некий путь есть траектория то есть придя на свет там ну ну хорошо не придя на свет сформировавшись там к 20 годам например человек не остается таким на протяжении всей жизни поэтому вот эта мысль о том что человек не должен там себя потерять вот он вдруг взял чем-то увлекся изменился вот как ему вернуть самого себя или вот как как вот с этим быть он и есть сам по себе он увлекается одним потом другим бывает что чем-то одним и надолго например если вы поговорите с людьми которые и соединенных штатах тоже но например вот особенно в израиль например люди приезжают абсолютно светские ну то есть никогда не ухом не рылом ничем понимаете не связаны ни с какой там религией там мистицизмом там эзотерикой ни с чем они приезжают в израиль и чем когда пружинка хрязь и они становятся верующими прямо уже такими верующими что он там ну как бы ну полностью но какой-то полное такое перерождение происходит и нельзя сказать что это был один чек а стал другой это тот же самый человек который движется по своему пути и поэтому надо уважать не только а как бы сказать право человека быть самим собой но право двигаться по его пути мы мы с вами не знаем какой его путь он может быть сам не знает его пути никто не знает его путь он где-то ему там предначерта вот он идет этим путем то что пути расходятся это обычное дело вот люди начали где-то вместе и а дальше разошлись пути если вы покопаетесь своей памяти но даже если вы не обязательно там постарше человек но но хотя бы там даже свои 25 там 30 лет вы можете порыться в памяти и вы обнаружите что было много людей с которыми вам было интересно вы с кем-то играли футбол с кем-то вы учились в институте там ходили в кино я не знаю там ездили вместе отдыхать куда и так далее и их нету рядом этих людей не то чтобы они вас достали или вы их достали или какая-то кошка пробежала не было кошки просто разошлись ну ну вот просто я если я начну думать сколько в моей жизни было людей с которыми мне было приятно провести время там это и сейчас наверное было бы приятно наверняка я как бы с большим таскать теплом вспоминаю их абсолютно всех вот и так далее но но нашлись то есть интерес меняется что такое происходит значит теперь когда человек движется в какую-то религиозную сторону но это его право это его жизнь вы можете как бы разделять или не разделять я могу сказать что люди которые верующие и которые но может быть даже не обязательно сильно верующие но тем не менее находящиеся в рамках какой-то религиозной этики да вот когда это муж и жена это более крепкая семья потому что у них помимо ведения общего хозяйства или там воспитание там общих детей у них помимо этого есть какая-то нравственно этическая основа которая делает их более крепкой семьей это это совершенно без вариантов это это как бы известный факт во всяком случае как бы у меня не на секунду сомнений не вызывает и когда люди например постарше когда они смотрят там на своих детей говорят что было бы неплохо если бы ты вот там женился или вышел замуж там за человека из нашего но как бы вот этого пространства да как правило это какие-то носит корни такие религиозные около религии религиозные философские нравственные там но вот так исторически получалось что нравственность она как бы от религии шла формулировалась религией то вот как бы да в одной конфессии там в этом есть смысл определенный но что я хочу сказать когда вы знакомитесь с девушкой или там с молодым человеком и даже когда вы уже может быть достаточно хорошо друг друга знаете и вступаете в брак и берете взаимные обязательства и вы заводите вместе детей какое-то там не за недвижимость там ипотеку там и так далее вы при этом должны понимать абсолютно четко что вы не знаете что с этим человеком будет через там не то что 20 лет но одну даже через два-три вы не знаете он может чем-то увлечься он может потерять к вам интерес вы можете перестать быть для него привлекательным может быть он видит вас сегодня не так как будет видеть завтра и вы можете видеть этого человека я вас уверяю вот этого вот этого самого вы можете видеть его совершенно не так как вы видите его сегодня и это как бы совершенно гарантированно насколько это будет как бы просто другой уровень отношений может быть более высокий это как бы один вопрос а может быть вы просто перестанете к друг другу относиться хорошо даже вы начнете как сказать раздражать друг друга или в этом с трудом будете друг друга терпеть просто потому что у вас общие дети потому что у вас есть там недвижимость которую поделить невозможно и так далее так далее сколько такого на свете там очень много поэтому слава богу что как бы вы с этой девушкой не успели вступить какие-то очень серьезные обязательства совместные пойти в конце концов да вы расстались у вас переживания и так далее могло быть настолько хуже я на вашем месте просто радовался ликовал бы что все так легко обошлось вот на самом деле могло быть намного намного хуже и вот у нее свой путь она туда упала увлеклась этим делом там и пожалуйста значит ей безусловно было бы правильно для нее было бы правильно встречаться с человеком находящимся в ее вот как бы нравственном пространстве этическом пространстве религиозном безусловно это лучше для нее и это лучше для вас представьте себе что она не была бы такой ну как бы настырный да она бы не пыталась вот вас как бы вовлечь привлечь или просто мозги прополоскать и так далее просто она была бы более спокойным уравновешенным по житейски более мудрым человек но вам бы все равно с ней сильно хорошо не было понимаете потому что вы в разных измерениях живете вы можете искусственно поддерживать эти отношения то есть это значит что вот так глубина которая могла бы быть в отношениях этой глубины просто не будет по взаимному соглашению она говорит мне эти отношения дороги вот такие как они есть она более глубокий я не претендую потому что они разрушают моего партнера и у вас соответственно то же самое поэтому получается такая история у вас не было бы никаких долгосрочных перспектив потому что вы оба недополучали бы от этих отношений потому что в них глубины бы не было вот и все и ну а что что собственно вас что вас свело вместе то нету пока она не была там в религиозной и так далее понятно то может быть что то но но вот сейчас уже вот 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 она уже религиозно а вы нет и она вас прессует но и но вспомните с чего все началось то может быть может быть там ничего такого не было вот чего скажем нету в каждой второй другой девушки я не имею ввиду конечно там есть более тонкие вещи то есть мне не с каждым чеком мы можем как-то так вот сойтись так ну значит она не ваша половинка и ну найдете свою половину вот кроме того есть люди которые там с молодых лет вместе вот я не знаю хорошая ли мы пример со светланы но вот ей было 18 лет когда мы поженились а мне 19 и познакомились и еще 18 не было мне еще 19 но просто я к чему году вот мы вместе там много-много лет с юных лет есть люди которые в 30 лет вступают в брак и 35 и в общем это же это же не не то что жизнь уже закончилась совершенно не обязательно вот чтобы первая же девушка с которой казалось что отчет какие-то отношения могут быть продолжить на этом серьезные тогда это не обязательно же самое первое вот она она есть она та самая значит приобретается жизненный опыт вы приобрели опыт она приобрела опыт вы из этих отношений вышли умудренным по сравнению с тем каким вы были раньше вот а сейчас надо сделать еще один шаг вот в этой умудренности и сказать себе что я не могу рассчитывать что человек который сегодня мне нравится будет и завтра мне нравится и послезавтра и через десять лет через двадцать через тридцать потому что во первых я меняюсь а во вторых она меняется а в третьих у нас на совместном пути могут встретиться такие препятствия преодоление которых приведет к проявлению некоторых качеств о которых я даже и не подозреваю вот в этом человека человеке или во мне тоже да и она во мне не подозревает но если нам нужно будет вместе преодолевать трудности вы знаете сколько сколько браков развалилась в эмиграции потому что люди жили все у них было ничего а тут они попали в эмиграцию стрессовую ситуацию и вдруг выясняется что он который всегда зарабатывал вдруг перестает зарабатывать так мало того что он перестает заработать он еще хнычит он еще ноет он портит всем настроение он такой весь мачо живет за чужой счет и всех достал и тогда кто же мог подумать кому в голову могло такое прийти включая его самого понимаете поэтому вы точно также можете разочаровать человека который думает о долгосрочных отношениях с вами может быть эта девушка тоже разочарована она вам открыла целый мир знаете она каким-то образом узнала о существовании какого-то мира она не знала раньше об этом мире и она вот радостно пытается вас в этот мир вовлечь ну да что что делать но но она то из лучших чувств и вдруг вы ее и разочаровали она вам предложила там целую вселенную непонятную вам а вы его трассы и отвалили понимаете поэтому просто поставьте на чашечки весов вот себя и и скажи себе мы равны мы равны мы равноправны мы оба можем оказаться в роли вот этой и в роли той вот я могу быть на этой чашечке а могу быть на той понимаете и меня могут не понять я могу не понять и все это только вопрос того что вот эта пара вот эта пара это были правильные две половинки так вроде прикладываешь отлично а потом раз и развалилась значит не было половинка и в общем то я бы сказал что еще раз возвращаясь к этой мысли что порадуйтесь что это все таки случилось вот в такой форме они в какой-то такой более сложной как вот есть такая еврейская хохмачка что когда деньги потерял так ты говоришь господу господи спасибо что взял деньгами понимаете могло то хуже быть вот и вы тоже самое скажите что взял моральными переживаниями которые в обратном таком измерении да есть опыт и опыт это большое дело так что вот на этом я и закончу счастливо